Всем привет, это Дмитрий Горчаков. Сегодня у меня пробный формат видео. Если вы, как и я, разделяете интерес к атомной энергетике, то наверняка вам понравится и еще одно мое увлечение. Я люблю находить и рассматривать на спутниковых снимках различные атомные объекты. Но меня, конечно, в первую очередь интересуют мирные атомные станции. Поэтому я решил сделать первое пробное видео с таким рассмотрением из космоса крупной атомной станции. Для примера, я взял одну из крупнейших АЭС мира – это китайская АЭС Фу Цин. Если быть точным, то это номер 6 в списке крупнейших АЭС мира и номер 3 в самом Китае. Там есть 6 блоков с суммарной мощностью 6150 МВт. Это больше, чем любая АЭС в США или Европе, и тем более в России. Даже самая крупная АЭС в Европе – украинская Запорожская АЭС, которая сейчас захвачена Россией, и то чуть поменьше. Да, про Запорожскую АЭС у меня есть отдельное видео, можете посмотреть по ссылочке, она сейчас на экране. Но китайская АЭС Фу Цин примечательна не только размером. Она интересна и тем, что на ней в конце 2021 года был запущен в работу первый китайский реактор третьего поколения собственной разработки – энергоблок Hualon-1. Конечно, он основан на французских и американских разработках предыдущих поколений, которые строились в Китае. Но Китай очень много строит и быстро учится. Напомню, что сейчас у Китая второй по величине атомный парк в мире, уступающий лишь американскому. И практически весь он целиком был построен за последние 20 лет. Так что, конечно, китайский современный проект ввода водяного реактора третьего поколения – это был только вопрос времени. Вот в 2021 году первый Hualon-1 и был запущен, но с тех пор работают уже 5 таких блоков – 3 в Китае и 2 в Пакистане. И еще около десятка в Китае находятся в стадии строительства. Но давайте уже закончим с предысторией и посмотрим на эти блоки и историю их строительства со спутников. Вот первая очередь – два блока CNP-1000 – это предшественники Hualon-1. Вторая очередь – аналогичные блоки 3 и 4. И вот блоки 5 и 6 – собственно Hualon-1. Видно, что визуально они гораздо крупнее. Пятый блок и есть первый в истории Hualon-1 – китайский блок третьего поколения. Давайте посмотрим на станцию целиком и ее окрушение. Вот слева – подводящий канал охлаждения, справа – канал отводящей воду, используемую для охлаждения. Градирин тут нет, тут используется прямоточное морское охлаждение, то есть морская вода по сути выступает как третий контур охлаждения. Станция находится на небольшом мысе в заливе Синьхуа в Тайваньском проливе, между Восточно-Китайским морем с севера и Южно-Китайским морем с юга. В радиусе 30 км проживает около 3 млн человек. Теперь давайте посмотрим на историю застройки. Для удобства давайте повернем карту. Одна из самых интересных функций Google Earth, в которой я собственно все это и смотрю – это возможность смотреть на карты за разные периоды. И вот как выглядело все в 2006 году. Видите, никакой атомной станции тут даже не пахло. Совершенно пустое место. И вот следующий снимок за 2011 год уже показывает строительство двух первых блоков. Когда же их начали строить? Давайте покажу еще один удобный сервис для тех, кто интересуется атомной энергетикой. Это база данных МАГАТЭ под названием PRIS – Power Reactor Information System. Адрес в интернете есть на экране. Заходим в раздел статистики по странам, находим Китай, находим интересующую нас АЭС Фу Цин и конкретно ее первый блок. И тут есть вся его информация. Показано его название, тип реактора, его модель, даже владелица и оператор станции. Дальше указана мощность Netta и Bruta, то есть без учета собственных затрат и с учетом. Это электрическая мощность. А вот тепловая мощность. Вот gross мощность, то есть это мощность с учетом собственных нужд. А вот собственно интересующие нас даты. Дата старта строительства и заливки первого бетона. Это дата первой критичности, то есть физпуска. Дата подключения к сети и дата ввода в промышленную эксплуатацию. То же самое можно найти по блоку 2 и на самом деле по любому другому блоку атомной станции в мире. Итак, возвращаемся к спутниковому снимку 2011 года. Теперь понятно, когда какой блок начали строить и сколько лет этой стройки на этом снимке. Примерно по паре лет. Давайте посмотрим детальнее. Вот этот круг это защитная оболочка реакторного отделения. Это рядом машинные залы с будущими турбинами и генераторами. А это гидротехнические сооружения, подводящие воду для охлаждения конденсаторов турбин. А вот рядом третий и четвертый блоки. Тут в 2011 году только начинаются работы. Следующий доступный снимок от 2014 года. Внешне первые два блока выглядят уже готовыми. Строительные работы на них закончены, идет пусконаладка оборудования. До физпуска первого блока около полугода, до его подключения к сети еще 7 месяцев. Для второго блока этот срок еще почти полтора года. На этом снимке в реакторах еще нет топлива. Вот видны уже завершенные купола защитной контейнментов, машзалы, а вот завершенные насосные станции. Посмотрим на третий и четвертый блоки. На этом снимке они строятся уже примерно 3 и 2 года соответственно. На четвертом блоке еще не установлен купол контейнмента. Вот он лежит и ждет рядом. Посмотрим на следующий снимок. Январь 2015 года, то есть через год. Вот купол внешней оболочки уже установили. И машзал уже закрыли. А вот рядом и пятый блок. Тут на самом деле еще официально не начи старт, идет подготовка к заливке первого бетона в это круглое основание, фундаментную плиту реакторного отделения или ядерного острова, которая состоится через несколько месяцев. Обычно это проходит в рамках торжественной церемонии. Листаем дальше. Спустя год уже стройка идет очень бодро. Установлено несколько металлических ярусов контейнмента. И здесь как раз интересный период строительства, где можно проследить гидротехнические каналы. Вот отсюда вода будет забираться, затем по подземным трубам будет подходить к машзалу, охлаждать конденсаторы турбин и создавать нужный вакуум. Затем огибать реакторное отделение пятого блока. Аналогично вокруг шестого блока, тут это еще лучше видно. И затем вода будет выходить сбросной канал. Вот через месяц видно, как стройка растет. Еще через год дело подходит к закрытию реакторного отделения пятого блока. И вот летом 2017 года, спустя два года после начала строительства, купол внутренней оболочки закрывают. Напомню, что это двойной железобетонный контейнмент, то есть там есть внутренняя и внешняя оболочка. Ставится сначала металлический корпус, а потом он бетонируется. И так два слоя с зазором между ними. Давайте для наглядности посмотрим, как проходила установка металлического купола внутренней оболочки. Масса этой детальки около 400 тонн. Тут ее ставят целиком. Кстати, на российских блоках такой купол ставят два захода, то есть эта деталь устанавливается из двух частей, верхней и нижней. А китайцы делают в один заход. Так, ну а в это время у шестого блока все еще впереди, его купол пока лежит на земле. Вот спустя год его уже тоже установили, а вот на пятом блоке мы видим, что купол внутренней оболочки уже забетонирован. Посмотрев шире, мы можем заметить, кстати, интересный момент. Видите эти потоки в сбросных каналах? Это означает, что первые энергоблоки уже работают. И действительно, к 2018 году все четыре первых блока этой АЭС уже находились в промышленной эксплуатации. Следующий снимок начало 2019 года. На пятом и шестом блоках купола уже забетонировано. На пятом уже, видимо, и купол внешней оболочки. Да, в 2020 году уже пятый блок практически готов. На шестом мы видим, что внутренняя оболочка забетонирована, а металлический каркас купола внешней оболочки пока лежит на земле справа. И наконец-то январь 2021 года пятый блок уже прошел в стадию фи-спуска пару месяцев назад и к этому моменту на самом деле он уже в промышленной эксплуатации. Итого на строительство первого китайского реактора третьего поколения ушло чуть больше пяти лет. И это очень хороший показатель по мировым меркам. Вот мы даже можем видеть по сбросному каналу, что пятый блок уже работает. Спустя пару месяцев есть более свежий снимок. Можно посмотреть и на другие блоки, как они изменились. Но это самые свежие кадры, доступные на Google Earth. Так что всю законченную станцию мы на снимке не увидим. Хотя в реальности шестой блок заработал в прошлом году и сейчас станция целиком достроена. Ну а теперь давайте посмотрим на нее живьем, а не со спутника. Вот как раз уже законченные пятый и шестой блоки ближе к нам и открывается перспектива на первые четыре блока и залив с ветрогенераторами. Вот вид на этот мыс и площадку АЭС. Кстати, длина площадки всего полтора километра, а ширина метров семьсот. И сама станция занимает лишь половину этой ширины, я выделил ее зеленым. Справа же, выделенная желтым, размещается строительная база со складами, оборудованием, техникой, материалами, которые применялись при строительстве за все эти годы. Все шесть блоков были построены за 14 лет. Вот тут еще есть небольшой причал для приема оборудования и грузов, доставленных морем. Вот тут еще видно распредустройство для выдачи электроэнергии со станции. Оно тут закрыто и довольно компактно. Вот пара опор высоковольтных лэб. Видно, как эти лэб уходят от станции дальше на полуостров и материк. Из других строений тут, конечно же, есть административный блок, есть даже парк, спортивные сооружения. Вот поселок для строителей, а возможно затем и для персонала станции. Еще дома, еще футбольное поле. Короче, все для работы и отдыха как положено. Впрочем, тут в радиусе 30 километров есть пара крупных городов, где тоже может жить персонал. Это город Путянь и городской уезд Фуцин, по которым собственно и названо АЭС. Ну а теперь давайте еще раз посмотрим на станцию и ее строительство с земли. Это показано армирование и подготовка к заливке бетона для пятого блока, установка металлических секций для бетонной гермооболочки. Сначала внутренней, потом внешней. Установка купола, которую мы уже смотрели. А это модель блока и его внутреннее устройство. Видно, что оболочка двойная, а внутри трехпетлевая реакторная установка. Три вертикальных голубых парогенератора, а красная в центре это собственно реактор. А это уже реальные кадры установки одного из трех парогенераторов. Это уже корпус реактора, хорошо видны патрубки для трубопроводов первого контура, это убирают автоматический горьковерт для скручивания крышки реактора, машины зала турбина, загрузка топлива, физический и энергетический пуск, ну и все, станция в работе. Итак, по состоянию на февраль 2023 года это третья по мощности АЭС Китая и шестая в мире. Суммарно шесть блоков имеют мощность 6150 МВт. Ну а если вам понравился такой формат видео, напишите в комментариях, какие еще атомные станции вы бы хотели таким же образом посмотреть и изучить. Ну и не забудьте подписаться на канал, поставить лайк видео и даже поддержать меня на Патреоне. Все ссылки будут в описании. Всем пока.